Послание Владимира Путина Федеральному собранию стало одной из самых обсуждаемых тем. Его активно комментируют политики, эксперты, общественные деятели. Особо на строителей, конечно, воодушевило то, что предлагает, призывает Владимир Владимирович увеличить объем строительства жилья в полтора раза. Чуварские строители этому готовы. Но если взять Чуварскую республику, то у нас для этого все есть. И строители есть, и строительная индустрия готова, и, конечно же, земельный участок для этого тоже готов. Для меня, как работника и практического здравоохранения, и представителя медицинского образования, очень отрадно то, что в своем выступлении Владимир Владимирович выделяет особые значимые моменты и очень много актуальных вопросов, касающиеся практического здравоохранения, были затронуты. Прежде всего, это то, что необходимо на более качественном, более современном уровне развить профилактическую медицину. То есть предупреждение сегодня, предупреждение особо важных заболеваний, таких как онкологические заболевания. Хотя, конечно, вот эти моменты, которые отметил Владимир Владимирович, в нашей республике, я могу сказать, успешно решаются. Сегодня у нас идет реализация проекта создания Центра ядерной медицины. И то, что сейчас прозвучали эти слова профилактической медицины из уст главы Российской Федерации, для нас это особо важный момент. Владимир Владимирович говорит, что мы за эти последние годы, несмотря на танцы, мы закрепили свою экономику в развитии. То есть мы стабилизировали, но это не дает нам права успокаиваться. Мы должны сейчас наращивать потенциал экономики. Мы шли сознательно на улучшение армии российской. И мы этого добились. Государство сегодня нашей армии защищает 100%. Такие достижения без науки не бывает. И он еще подчеркнул, что фундаментальная наука России, она сохранена, она развивается. Где научный потенциал в военной сфере, параллельно идет научный потенциал и гражданский.